Паразитами называют организмы, которые живут за счет животных и людей. Они могут распространяться на теле человека или, что чаще случается, внутри кишечника, где у них есть не только теплое место, но и много еды. Самый распространенный вид глистов – это острицы. По данным Роспотребнадзора, ими заражено порядка 10% людей. А ведь есть еще аскориды, лямблии и другие виды червей. Гельминтоз – очень распространенное заболевание. Может вызвать сильный зуд, ухудшение иммунитета и снижение массы тела. Поэтому лечение должно проводиться как можно скорее. К сожалению, лекарства против любых паразитов токсичны и имеют побочные эффекты. А это очень неблагоприятно сказывается на пациентах, так как чаще всего глистами болеют дети. Что же делать? Разнообразить свое меню. Есть продукты, которые острицы просто ненавидят. Досмотрите это видео, чтобы узнать ТОП-10 продуктов, изгоняющих глистов. Еще хотел бы попросить подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо. Итак, поехали. Продукт первый. Чеснок. Чеснок активно изучают с точки зрения пользы для сердечно-сосудистой системы и профилактики онкологических заболеваний. Но не менее полезен чеснок для желудочно-кишечного тракта. Он ускоряет перистальтику кишечника и нормализует микрофлору. Кроме того, аллицин, активное вещество чеснока, буквально борется с гельминтами. Глистам становится еще труднее выживать в условиях чесночной атаки из-за того, что растение способно немного увеличивать температуру тела. Для человека это изменение будет несущественным. Но для паразитов чесночная баня становится губительной. И размножаться в таких условиях они точно не станут. Плюс в том, что в чесноке очень большая концентрация эфирных масел, благодаря чему можно добавлять в рацион всего по одному зубчику в день. Продукт второй. Алкоголь. Есть интересный факт. Гельминтозы разной природы намного чаще поражают именно детей, а не взрослых. Причин тут несколько. Самое очевидное лежит на поверхности. Дети, особенно детсадовского возраста, очень плохо знакомы с правилами личной гигиены, из-за чего могут забыть помыть руки, воспользоваться чужим полотенцем и так далее. А при постоянном контакте с другими детьми риск возрастает. Но есть и вторая скрытая причина. Дело в том, что у детей нормальный нейтральный уровень pH в желудке, а у взрослых, как правило, кислотность повышена. И несмотря на то, что взрослые чаще едят непрожаренные стейки и сырую рыбу, например, в суше, гельминтоз встречается у них реже. В кислой среде большинство паразитов не выживает. Так что же там с алкоголем? Тут не про спаивание глистов и саморазрушение аскорид. Здесь про то, что алкоголь повышает кислотность, а в кислой среде вероятность размножения гельминтов резко снижается. Кстати, кислотность повышает не только выпивка, тот же чеснок, а вместе с ним лук и другие острые специи действуют также. Третье. Морковь. Морковный сок – неустаревающая классика при борьбе с глистами. В корнеплоде содержится очень много флавоноидов, обладающих выраженными антигельминтными свойствами. Вещества наиболее эффективны именно против кишечных паразитов, но при термообработке могут разрушаться, поэтому лучше всего есть морковку сырой, натереть ее на терке и перемешать с чесноком или сделать сок. Морковный сок разрушает оболочки паразитов, из-за чего парализуется их нервная система. Они просто выходят из организма вместе с калом, не успев размножиться. Но мало кто знает, что в моркови полезен не только сам овощ, но и морковная ботва, семена и соцветия. Все они обладают особенными веществами, которые помогают бороться с плоскими и ленточными червями. А еще морковь в целом обладает очищающим свойством. Ее сок способствует выведению вредных веществ, что помогает очистить почки. Четвертый продукт. Гранат. Еще один вкусный способ избавиться от глистов – пить гранатовый сок. Но только сока сочного плода может быть недостаточно, потому что концентрация трех алкалоидов, активных веществ против глистов, намного выше в гранатовой кожуре, чем в самих зернах. Поэтому я рекомендую сперва съесть мякоть, а затем сделать отвар на кожуре. За счет того, что в гранате содержится целых три разных алкалоидов, препятствующих гельминтозу, фрукт эффективен сразу против восьми распространенных паразитов, в том числе против опасного бычьего цепня. Кстати, на гранатовых корках получается очень ароматный чай. А если добавить туда имбирь, мяту, корицу и другие пряности, лекарство станет еще более эффективным и очень вкусным. Пятое. Грецкий орех. Противопаразитарными свойствами обладает уникальный компонент грецкого ореха – юглон. Вещество не токсично для человека, но оно очень хорошо выводит паразитов из ткани организма и желудочно-кишечного тракта. Глисты теряют способность к размножению, а также растрачивают свои запасы гликогена, начинают разрушаться. Наиболее эффективно применение грецкого ореха против ленточных и круглых червей – солитеров и лямблей. Шестое. Земляника и клубника. Земляника обладает выраженным глистогонным свойством. В ней много флавоноидов и клетчатки. Пищевые волокна, которые содержатся во всех овощах и фруктах, должны составлять большую часть от рациона при борьбе с глистами, потому что клетчатка запускает работу кишечника, ускоряет его моторику и способствует выводу всех вредных веществ и организмов. Но с земляникой нужно быть осторожным. Ученые объясняют высокую степень бактериальной загрязненности клубники. Они считают, что садовая земляника и клубника занимают лидирующие места по опасности инвазии, потому что эти ягоды обрабатывают удобрениями на основе фекалий животных, а значит количество яиц глистов на них может быть очень высоким. Так что делаем вывод. Любые ягоды, особенно те, что растут близко к земле, обязательно нужно хорошенько промывать перед едой. 7. Имбирь. Имбирь содержит цинеол и гингерол, которые эффективны против паразитов на всех стадиях взросления, от яиц до взрослых особей. Но в одиночку имбирь не способен уничтожить уже зрелых червей, он только ослабит их. Именно поэтому народные рецепты чаще всего сочетают имбирь с гранатовыми корками и тыквенными семечками. Активные вещества дополняют друг друга во время борьбы с паразитами. Еще один эффект имбиря – это повышение температуры тела, из-за чего черви чувствуют себя, мягко говоря, некомфортно. Разрушаются условия их жизнедеятельности и размножения. 8. Тыквенные семечки. В детстве моя бабушка выращивала тыквы и сушила семечки. Мы всю осень щелкали тыквенные семечки, отчего, наверное, и оставались такими здоровыми. Но это лирическое отступление. А вот для вас научный факт. В семенах тыквы очень много цинка и кукурбетина. Кукурбетин парализует червей, из-за чего они не могут закрепиться на стенках кишечника и ануса и не могут откладывать яйца. 9. Ананас. У ананаса два положительных эффекта. Во-первых, этот фрукт кислый, а паразитам нужна глюкоза для жизни. Так что создание кислой среды препятствует их благополучному размножению. Во-вторых, в ананасе содержится бромелоин. Это вещество обладает противопаразитарной активностью, уничтожая продукты жизнедеятельности глистов, их яйца. 10. Кисломолочные продукты. Их польза не прямая, а скорее косвенная. Просто во время лечения от гельминтов нужно есть побольше кисломолочки. Она улучшает моторику кишечника и повышает местный иммунитет, а также снабжает организм белком. Во время борьбы с паразитами организму очень нужен запас легкоусвояемого белка. Рассказывайте в комментариях, какие еще эффективные продукты против паразитов вы знаете. Если вам понравился выпуск, то делитесь с друзьями и близкими, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч на новых видео!